Здравствуйте! Благодарю вас, что вновь заглянули на мой канал. В этом видео я хочу сделать обзор, распаковку моего заказа на сайте 1метрткани. Магазин 1метрткани это интернет-магазин, в котором я уже делала заказ. Белые худи с объемным капюшоном, который мы шили в начале года, как раз шито из футера, который я заказывала в магазине 1метрткани. Вообще, большинство материалов этого магазина российского производства. И меня очень радует, что качество российских полотен такое высокое. Минимальный заказ в этом магазине 1000 рублей. Цены вас приятно удивят, они супер доступны, комфортны для каждого. Также можно делать оптовые заказы от одного рулона, и в таком случае цены становятся еще ниже. Еще всем моим зрителям магазин дарит скидку на покупку. Купон на скидку, а также ссылку на магазин я оставлю внизу, в описании к видео. Купон будет действовать в течение двух недель сегодняшнего дня, то есть со дня публикации видео. Поэтому поскорее заходите на их сайт, я уверена, что это найдете для себя. Ну а сегодня я расскажу вам о своем выборе. Итак, это кулирка в цвете таба. Кулирка это тонкий вид трикотажа, который идеально подходит на лето для летних изделий. Ну а вообще для любого сезона она будет супер комфортной. Эта кулирка на 94% состоит из хлопка и 6% волокон лайкры. Это очень классное соотношение, поскольку небольшой состав синтетических волокон, в данном случае лайкры, только усиливает износа стойкость полотна. Но еще, что очень важно, полотно хорошо растягивается и возвращает свою форму. Если вы сталкивались с тем, что, к примеру, локти или другие участки на одежде вытягиваются и остаются такими объемными и возвращают свою форму только после стирки. Так вот, если в трикотаже есть небольшой процент лайкры, это обеспечит вам хорошее состояние изделия даже в процессе носка. Вообще кулирка это такое тонкое, комфортное полотно, из которого часто шьют футболки, майки, лонгсливы и даже белье, костюмы. К примеру, идеально сшить для жаркого теплого лета из кулирки платье-футболку или платье-лонгслив. Это изделие будет хорошо тянуться, вам будет комфортно, оно будет прекрасно дышать. Но еще такое платье прекрасно впишется в любую капсулу, в любой гардероб и отлично сочетается с любыми изделиями. От жакетов более строгой формы до спортивных курток, свитеров, джинсовок, в общем абсолютно ко всему. То есть это фактически база. Еще один важный момент, на который я настоятельно советую обращать внимание, это качество волока. Возможно, вы в магазинах видели пометку рядом с названием трикотажа, пенье, компакт-пенье, карде и тому подобное. Эти обозначения говорят о длине волокон. То есть чем выше качество, самое высокое, кстати, называется компакт-пенье, тем более длинные волокна используются в создании трикотажных полотен. А это значит, что поверхность полотна будет гладкой, не шероховатой и не будут образовываться катышки, то есть полотно не будет пилинговаться в процессе носки после многочисленных стирок. Помните, в начале видео я говорила о худи, которое пережило десятки стирок и абсолютно как новое. Все потому, что оно было сшито из футера качества компакт-пенье. Вот эта кулирка имеет абсолютно такое же качество, то есть созданная из волокон первого класса, длинных волокон. Поэтому изделия из такой кулирки, из кулирки компакт-пенье и еще из лайкры небольшим содержанием, переживут огромное количество стирок, носок и прослужат вам в течение долгих-долгих лет. Еще один приятный момент. Ширина этого полотна 185 сантиметров. Это достаточно большая ширина для трикотажа, потому что часто встречаются трикотажи шириной 150-140 сантиметров, то есть средней ширины. А такая ширина позволит вам делать раскладку в икры более компактной, и соответственно вам потребуется меньше материала, то есть расход сокращается. Следующий лот это кулирка абсолютно такого же качества, но в другом цвете. Цвет называется корица, но мне он кажется более лиловым, дымчато-лиловым. На сайте он назывался корица. Это тоже хлопковая кулирка с небольшим содержанием лайкры 6%, та же прекрасная большая ширина, качество компакт-пенье, и кажется оно практически цвета моего платья. Кстати, один момент, о котором я еще не сказала, на который нужно обращать внимание при покупке материалов, при покупке трикотажа именно, это плотность трикотажа, но в данном случае плотность кулирки. Чем выше показатель плотности, то есть цифра, тем, соответственно, плотнее, скажем так, толще кулирка. Вот плотность, к примеру, этой кулирки, и предыдущие они полностью идентичны, 190 грамм на метр квадратный. Какая это плотность? Как я уже сказала, подобная кулирка прекрасно подходит для футболок, для лунгсливов, для легких летних костюмов, для белья, для базового платья на лето. Но это, чтобы вы понимали примерно, какой толщины будет материал. Кулирка плотностью примерно 190 грамм на метр квадратный не просвечивает. Конечно, если растянуть полотно хорошенько на свету, то можно увидеть силуэты, но согласитесь, вы, скорее всего, не будете шить изделие, где трикотаж будет сильно натянут. Это просто некомфортно. Это важно, особенно если вы, к примеру, любите носить белые футболки, белые лунгсливы, и вам не хочется, чтобы просвечивало белье или граница с брюками, юбкой. Кстати, эти два цвета, корица и таба, мне кажется, прекрасные компаньоны друг для друга. Их можно даже сочетать как-то в изделиях. И оттенки очень благородные, дорогие. Смотрится шикарно. Переходим к следующей позиции. И это тоже кулирка, но отличающаяся немного по качеству. Чуть ранее мы с вами говорили о видах волокон. Качество этой кулирки не компакт-менье, а немного ниже, корде. Это значит, что волокна будут немного более рыхлыми. И если у компакт-менье поверхность супер гладкая, то у корде могут быть небольшие ворсинки, но они практически незаметны. И после множества стирок могут образовываться катышки. Вообще, появление катышек меня не сильно смущает, если они появляются не супер интенсивно. И после первой же носки, после первой же стирки. У меня есть специальная маленькая машинка для удаления катышек. Вы, наверное, тоже видели их. Стоят они совершенно недорого. И я люблю очищать катышки этим устройством. Эта кулирка называется «Цветы на белом». Ее плотность чуть ниже, около 140 грамм на метр квадратный, но она не просвечивает и достаточно плотная. То есть из нее можно сшить футболку, лонгслив, даже платье. И в целом можно с комфортом носить, не боясь, что что-то будет видно. По составу эта кулирка, как указано на сайте, полностью состоит из хлопка. И ширина здесь тоже достаточно большая, 180 сантиметров. Из этой кулирки получится также красивое домашнее платье, или костюм, или пижама. Помимо всего ранее перечисленного, на самом деле очень красивый, яркий, но одновременно такой лаконичный принт. Ну и, конечно, поскольку это кулирка, полотно хорошо тянется, прекрасно возвращает свою форму. Полотно очень мягкое, суперкомфортное. Если вы, к примеру, сошьете из нее пижаму, то, наверное, вы даже не будете ее ощущать на теле во время сна. Еще один трикотаж, он необычный. Все потому, что имеет водостойкую полиуретановую мембрану, покрытие с одной стороны, а с другой хлопковое махровое полотно. Вообще, для чего можно использовать такое полотно? Я брала для детской кроватки. Если у вас есть маленькие дети, и вы хотите уберечь их матрасы от протеканий, но при этом не хотите стелить клеенки, поскольку они скользят, они неприятны к телу, даже если между клеенкой и телом есть простыня. Идеальное, на мой взгляд, решение это махровое полотно с водоотталкивающей мембраной. Плотность этого полотна 170 грамм на метр. На сайте была плотность чуть меньше и чуть выше. Я прикреплю ссылки на все материалы, которые я сегодня показывала, и покажу для того, чтобы вам было проще найти и купить их, если они вам тоже понравились. Водоотталкивающая мембрана не дает жидкости протекать, и, соответственно, матрасы будут в целости и сохранности. А с обратной стороны хлопковое махровое полотно обеспечивает комфорт. Ширина этого полотна 205 сантиметров. Очень большая ширина. И вот из этого отреза вы можете вырезать прямоугольник или другую форму в соответствии с размерами вашей кроватки и просто подкладывать между матрасом и, соответственно, постельным бельем. Простыней. Можно обработать края, например, косой бейкой или оверлоком. На самом деле, срезы здесь практически не осыпаются, поэтому, я думаю, даже нет необходимости в обработке срезов. Но для того, чтобы еще лучше зафиксировать полотно на кровати, на матрасе, можно, к примеру, пришить резиночки с двух сторон. Ну или вообще сшить полноценный на матрасник с боковыми частями, то есть на резинке. Как простыни на резинке. Как стирать и ухаживать за этим полотном? Практически так же, как и за любыми материалами. Стирка, возможно, как ручная, так и машинная. При 30, максимум 40 градусах. Я думаю, большинство изделий вы так и стираете. Кстати, благодаря тому, что махровое полотно хлопковое, простыни, которые вы будете стелить сверху, не будут скользить, что тоже очень комфортно. С трикотажным полотном завершили. Переходим к тканям. Как думаете, какая ткань идеальная на лето? На мой взгляд, это вискоза. Ну, еще больше мне нравится шелк. Но если брать из таких комфортных, общедоступных полотен, это вискоза. Вот это прекрасное полотно. Вискозный штапель. На сайте он назывался горох на белом. Ширина полотна средняя, стандартная, 150 сантиметров. И плотность этого штапеля примерно 100 грамм на метр квадратный. Это хорошая плотность, не сильно просвечивающая, но при этом не тяжелая. Если вы берете белый, светлый штапель, то, возможно, потребуется подкладка. К примеру, вот из этого штапеля я хочу сшить суперкомфортное, романтичное летнее платье. И здесь я буду либо носить какую-то комбинацию, либо сошью платье с подкладкой. Изделия из вискозного штапеля абсолютно не ощущаются на теле, особенно в жару. Если вы не знаете, что надеть в жаркую погоду, то наденьте что-то из штапеля. И если у вас в гардеробе нет ни одного изделия из штапеля, то я вам советую настоятельно поскорее это исправить, потому что ваша жизнь поделится на до и после. Здесь комфорт просто восхитительный. Полотно легкое, летящее. Оно немного мнется, но если вы берете штапель с принтом, то эта сминаемость практически незаметна. На мой взгляд, заломы не так уж страшны, если в одежде очень комфортно. С небольшими заломами можно смириться. Кстати, о вискозе. Если вы не знаете, то это не натуральные волокна, но и не синтетические. Вискозные волокна относят к искусственным. На самом деле это чаще всего целлюгоза, то есть продукт, полученный из деревьев. То есть сырье по своему происхождению получается натуральным, но по способу производства искусственным. Еще одна вискоза. Точно таких же свойств, как и предыдущие в горошек, но отличающаяся принтом. Сначала я не обратила внимание на этот принт. Он мне показался, ну, немножко не в моем стиле. Но потом я увидела фото, которое было на сайте, на странице этого, этой ткани. И там отрез ткани был красиво затрапирован на манекене, еще на шее. Было жемчужное ожерелье. И мне так понравилась эта идея, я решила сделать что-то подобное. Хочу сшить брючный костюм с легким жакетом, но скорее это будет нечто вроде рубашки в пиджачном стиле. Все-таки это штапель. И широкие комфортные брюки. Кстати, если вы меня спросите, почему моя любимая ткань на лето, после шелка, конечно, это вискоза, а не хлопок, к примеру, или лен. Все потому, что вискоза супер нежная. Она мягкая, она очень комфортная к телу, а хлопок, он чаще всего более жесткий. Он, конечно, может быть приятным, но с вискозой все равно не сравнится. Так вот, если вы хотите что-то с натуральным составом, и вам нравится мягкость, комфорт шелка, но вы не хотите покупать натуральный шелк, то, на мой взгляд, вискоза прекрасная альтернатива. Да, забыла сказать, этот штапель на сайте назывался штапель абстракция цвет хаки. Здесь стандартная ширина 150 сантиметров и плотность около 100 грамм на квадратный метр. Средняя прекрасная плотность, которая практически не просвечивает. К примеру, вот этот цвет уже не требует подкладки, поскольку практически не светит. Еще я впервые заказала в магазине муслин. Вы, наверное, уже все знаете, что это за полотно. Это хлопковая ткань. Именно вот этот муслин двуслойный. Немножко напоминает морлевку, но в силу того, что полотно двуслойное, оно не сильно просвечивает. Принт назывался травинки, и эта ткань прекрасно подходит для создания детских беленок. Вы, наверное, уже все их видели. Они действительно очень комфортные, красивые, эстетичные. Также из муслина можно шить детскую одежду, платья, сарафаны, костюмы, шорты, рубашки. Муслин подойдет не только для детской одежды, но и для взрослой. В новых и прошлогодних летних коллекциях магазины масс-маркета часто использовали муслин для женской одежды, я видела. Я, скорее всего, буду использовать это полотно в качестве пеленки, а может, сошью одежду. Ширина у этого муслина 135 сантиметров. Муслин полностью состоит из хлопка, и его плотность примерно 100 грамм на квадратный метр. Но я полагаю, что после стирки оно приобретет тот самый рельеф и эффект помятости. Ну и заключительная позиция на сегодня это бязь. Постельная бязь шириной 220 сантиметров и плотностью около 120 грамм на метр квадратный. Этот принт назывался Исландия. И на сайте он представлен, предлагается в качестве компаньона к другому виду бязи. Состав полностью натуральный. Это хлопок. Классическая бязь, достаточно плотная, практически не просвечивает. Здесь красивые, изящные белые веточки на сером фоне. Такой принт прекрасно подойдет не только для женского постельного белья, но и для мужского, для детского, то есть семейный формат. Выглядит очень спокойно, умиротворяюще, эстетично. Нет ничего такого яркого, пестрого. И из бязи я хочу сшить постельное белье именно той формой, которой мне нужно, тех размеров, поскольку одеяло отличается от тех пододеяльников, которые представлены в магазинах. Ну и в целом, в магазинах часто бывает сложно найти комфортный для глаз, эстетичный принт. Если у вас как раз такие же моменты, то идеально купить бязь наотрез и сшить постельное белье, которое вам будет нравиться, и которое подойдет под размеры ваших постельных принадлежностей. Я заказала 7 метров бязи шириной 220 сантиметров. Кстати, из бязи можно сшить не только постельное белье, а можно сшить рубашку, платье, некоторые шьют даже юбку, если вас не смущает повышенная сминаемость, сарафаны, в общем, все, что можно сшить по сути из хлопка. На мой взгляд, в этом нет ничего страшного. Я шила тоже из бязи, которая, по сути, предназначалась для постельного белья, и у меня получались прекрасные изделия, и все спрашивали и восхищались. Конечно, все зависит от принта, ну и качества бязи. Некоторые виды бязи бывают практически как морлевки, полупрозрачные, с просветами. Конечно, от таких лучше отказаться, если вы хотите использовать комплект белья, либо другое изделие, которое вы сошьете в течение долгого срока, я вроде сказала, что плотность у этой бязи 120 грамм на метр квадратный, и это вполне оптимальная, отличная плотность для постельного белья, ну и других изделий, то есть это такой хороший плотный хлопок. В общем, это были все мои ткани, материалы из заказа в магазине 1 метр ткани. Напоминаю, что у вас есть промо-код на скидку, он будет действовать в течение двух недель, поэтому поторопитесь. Желаю вам приятных и продуктивных покупок, хорошего дня, мы с вами увидимся совсем скоро. Кстати, напишите мне, из какой ткани вы хотели бы увидеть изделие, которое я сошью, а опубликую видео по пошиву с какой-нибудь из тканей, которая была в этой распаковке. Благодарю вас за просмотр, до встречи!